Доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе, добрейшее, веселейшее утро! И мы продолжаем изучать Тору на платформе ВАИКРА. И я сегодня придумал очень классную одну идею, прямо с утра у меня такая возникла идея, которая, я думаю, всем очень сильно поможет. Вот смотрите, вот Максим, шалом. Значит, я, например, сейчас у меня отец находится в больнице, я хочу, чтобы была от этого урока, значит, польза, заслуга, сила духовная для его рифуашлама, для полного его выздоровления Борух Бен Сара, чтобы он выздоровел, начал ходить опять, вернулся домой и, значит, был еще здоровее, сильнее, чем до болезни. И это моя молитва, да, ко Всевышнему, то есть я прошу Всевышнего. А в Талмуде написано, что если человек хочет, чтобы его молитва была услышана, так он должен вначале помолиться за ближнего, то, что, если ближнему нужно то же, что нужно тебе, так помолись вначале за ближнего. Поэтому, если кому-то нужно, чтобы я помолился за вас, чтобы ваши близкие или вы выздоровели, так вы, пожалуйста, сделайте в комментарии, знаете, есть такой значочек такой, вот такие руки, типа, помолиться, да, и напишите там имя, имя, фамилия за здоровье, например. И имя, имя мамы, обычно пишут имя, имя мамы. И я тогда скажу, просмотрю комментарии, скажу, вот такой-то, такой-то, чтобы было ему полное выздоровление, такой-то, такой-то, чтобы было ему полное выздоровление, такой-то, такой-то. Я быстренько просмотрю, за всех скажу, чтобы было полное выздоровление, и получится, что я помолился за здоровье всех, и Всевышний услышит молитву мою. Теперь и вы можете то же самое. Например, вам нужно, кому-то нужны деньги. Там вот, чтобы было больше денег. И он говорит, дай Бог, чтобы было у Якова Шатадина больше денег, чтобы было у Вадима, у Йосифа Ицхака из Харькова тоже, Исаак Радик из Сахаров, чтобы было больше денег, если ему нужно. Да, может, ему не нужно, но если ему нужно, то я поддерживаю его молитву. И после этого тоже я прошу Всевышнего Всевышнего, дай мне тоже больше денег. И тот, кто молится за ближнего, за то, что нужно ему, Всевышний ему помогает. Хорошую идею придумал. Так что у нас одновременно будет урок, и внизу мы все будем друг за другом молиться. Вот чтобы была Лилия Губайдулина, чтобы было ей полное выздоровление. Все. Вот такая у меня сегодня с утра пришла идея. А сегодняшний урок я посвящаю, чтобы мой отец Борух Бенсара, чтобы он прямо выздоровел, встал на ноги, начал опять ходить и вернулся домой. Лей шалом. Все. И брат у меня болеет коронавирусом. Я думаю, что многие сейчас болеют коронавирусом, чтобы было РФА, ШЛЕМА всем, кто болеет коронавирусом, и чтобы они выздоровели и больше никогда не болели. Все. Татьяна Батброня, чтобы было за здоровье. Все. Сегодня у нас отрывок очень интересный, как обрести небо на земле. Говорит нам Любавич Стеревый такой совет очень хороший. Борьба со злом, это значит, борьба со злом, говорит Рэббенов, да, когда это необходимо. Это очень благородное дело. То есть бороться со злом, это благородное дело. Но не в этом цель нашей жизни, говорит он. Не в этом. Наша задача принести больше света. То есть сур мира отодвинься от зла и делай добро. То есть когда ты делаешь добро, когда ты зажигаешь свет, то зло исчезает автоматически. Как есть смешной стишок на эту тему, который я всегда вспоминаю, когда читаю Тейлим «Отодвинься от зла и делай добро». Я вспоминаю такой стишок смешной, что Илья пытается активно уравновесить зло добром. Увидел, парни бьют мальчишку. Красиво рядом станцевал. То есть это такой смешной стих. Но в этом случае, даже я думаю в этом случае, они наверняка отвлеклись посмотреть, как он танцует. В это время тот, кого они били, убежал, например. То есть тоже это шок. Они видят, он вместо того, чтобы влазить в драку, он начинает танцевать, и они отвлекаются. Тут он вызывает милицию, и спас этого парня. Чтобы дал работу сыну, чтобы он смог оплатить аренду, чтобы было у него деньги, работа и так далее. Все. Двигаемся дальше. Сегодня у нас недельная глава. Недельная глава у нас четвертый день недели. Сегодня среда, четвертый день недели. И первый отрывок, 27-й отрывок звучит так. «Элоим лотикалель выноси беамха лото таор». Значит, «элоим» это переводится всесильный. Но когда в Торе используется слово «элоим», используется оно иногда как судья, например. Судья, который судит, его тоже называют «элоим», «судьи». Или сильные люди, или какие-то люди мощные. Написано, что их нельзя злословить. И главу в народе твоем не поноси. И «носи» это тот, кто занимает пост «носи», например, это как президент. Его нельзя проклинать, поносить и так далее. То есть, в принципе, всех людей нельзя проклинать и поносить. И почему? Потому что это запрещено Торе. 18 мы когда-то учили, что человек, который говорит злоязычие на другого, он нарушает 18 запретов Торы. Это понятно. Любой человек, в принципе, мы учили в Пертеевод, что написано, что не пренебрегай никаким человеком и не пренебрегай, не обесценивай никакую вещь. Что нет такого человека, что нет у него ша, что не наступит его час. И нет такой вещи, что нет для нее места в этом мире. У каждого человека, у каждой вещи есть своя важность, свое место. И ты не можешь ни кем и ничем пренебрегать, потому что оно же потом возвращается. Но если этот человек, которым ты пренебрегаешь и оскорбляешь, он является судьей или президентом, или главой преступной группировки, или каким-то очень таким влиятельным человеком, то это как плевать против ветра. То есть ты плюешь против ветра, и понятное дело, что оно вернется, иногда может вернуться очень сильно. Понятно, да? Это очень важная вещь такая. Очень часто люди, например, на свое начальство или на своих каких-то там... Ну вот на важных людей они говорят какие-то плохие вещи, а потом оно к ним возвращается. Этим людям доносят, да? Обычно доносят эти люди. Они строят свою власть часто на том, что они держатся за свою власть. Они поэтому выясняют все, что про них говорят плохо, и пресекают это. Потому что тот, кто имеет власть всесильный, он больше всего на свете хочет эту власть сохранить. Помните об этом. И на всякий случай лучше никого не проклинать и ни про кого не злословить. Потому что, в принципе, зло, которое выходит из уст человека, оно к этим устам потом прилипает. И тот человек, который говорит людям комплименты и добро, то у него он оказывается в более красивом таком мире. Тот, кто говорит про других людей зло, то он же, опять же, он этим злом сам пачкается. Все. Вот это очень важный такой урок, который мы с самого начала учим. Дальше. Молиться я предлагаю не во время урока, а после урока. То есть мы пишем, а в конце можно еще там 2-3 минуты просмотреть и помолиться за всех, чтобы Бог услышал вашу молитву и чтобы Он выполнил вашу молитву. Это прямо еще раз скажу лайфхак, что когда ты молишься за другого, то, что нужно тебе, ты проявляешь, вот как раз ты поднимаешься на уровень божественности. То есть ты преодолеваешь свой эгоизм, ты становишься добрым. И та мера, которую человек меряет, меряет ему с неба. Если ты искренне хочешь, чтобы люди, которые попали в тяжелую ситуацию, чтобы Всевышний им помог, то понятно, что ты пробуждаешь такое же влияние на себя. Так работает молитва. Хорошо. Но это сделаем в конце. Давайте мы сейчас учим Тору. Изучение Торы, это наполняет светом намного, не будем сравнивать, но это очень сильно наполняет духовной силой человека, который учит Тору. А мы сейчас изучаем Пятикнижия. Это важнейшее, это прям Тора-Тора, это слова Всевышнего. Дальше. Дальше приводится нам закон про жертвоприношение и про первенцев, что Всевышний сказал, дал нам возможность выполнить заповедь, значит, Бекурим, и приносить первенцев Всевышнему. Как это работает? Всевышний дает человеку все. То есть, вот, человек утром проснулся, он проснулся, потому что Всевышний дал ему возможность проснуться, и мы говорим первые слова, благодарен я перед тобой. Когда мы что-то пьем, кушаем, зарабатываем, когда мы здоровы, то не надо воспринимать это, как должное. То есть, это не должное, это не, это подарок Всевышнего. Все, что есть у человека, это не норма, это подарок. И как начинаем так это воспринимать, как подарок Всевышнего, то в этот момент, в этот момент, значит, мы соединяемся со Всевышним, мы улучшаем свою жизнь, улучшаем мир вокруг себя. Теперь Всевышний нам дал возможность, особенно важно, когда ты получаешь первые урожаи, первые плоды урожая. Это такая радость. И ты должен отметить эту радость, то есть, ты эту радость отмечаешь. Вау, Всевышний мне дал вот эти вот, ты первые плоды, Бикурим, дальше. Рождается первый сын. Первый сын, это вообще важно. Когда у тебя родился первый сын, ты просто от этого прям, как первый сын. Потом уже второй сын, там, знаете, есть анекдот, когда программист, он сыновей называл, каждого следующего сына, он называл новый сын. А когда у него было уже два новых сына, он назвал первого, новый сын один, и новый сын два. А знаете, как назвал Иван Маск своего последнего ребенка? Я не смогу выговорить его название, это как пароль у компьютера тоже. Да, программисты иногда, они на своей волне, то есть, у него такое имя, его сына, как пароль у компьютера обычно, случайно подобранный компьютером пароль. Хорошо. Значит, вот здесь нам Всевышний говорит, отметит это, и, значит, и сделал специальную процедуру, как вот этих первенцев отмечать, каким образом этому больше радоваться, и так далее. Дальше Всевышний нам говорит такую заповедь, вэншей кодышки юн ли, будьте святыми людьми для меня. Как быть святыми людьми? Святым человек становится, когда он отделяется от несвятого. То есть, есть вещи, которые вожделение, там, даже есть разрешенные вещи, еда, питье, такая вот пустота, ну, удовольствие. То есть, святость, это когда ты отделяешься от этого в сторону духовности. И Всевышний нам сказал, будьте святыми, будьте святыми. Святые от слова светлые, чистые, добрые. Не будьте как животные. Это быть святым. Дальше у нас есть заповедь очень интересная. Лотиса шемашав. Не внимай ложной молве. Не слушай слухи. Не верь слухам. Дальше. Аль, Ташет, Ядеха, Имраша. Не протягивай руку свою со злодеем и не становись лжесвидетелем. Значит, на сегодня, на сегодня общество управляется слухами. Это, это целая индустрия. Нам только кажется, что вот эти все новости, все вот эти политические процессы, которые происходят, все вот эти вот видео, там, Ютюбы, Инстаграмы, и в Фейсбуке, что это все само по себе. Люди, которые обладают властью, они больше всего хотят эту власть удерживать. И они манипулируют общественным сознанием, народом, для того, чтобы эту власть удерживать. Манипулируют очень умно, грамотно, по-научному. И нам сказал Всевышний в Торе еще 333 года назад, не верь слухам, не верь молве, не будь лжесвидетелем, не соединяйся с преступниками. То есть, первым делом, нужно понять намерение. Вот у каждого есть намерение. И у правителей есть намерение. И когда мы говорим, страна хочет напасть, это уже это ложь, потому что страна напасть никогда не хочет. Страна состоит из очень разноплановых людей, которые в ней живут. Эти люди, их вообще никто не слышит и не слушает. Потом есть то, что называется лидеры мнений, которые там выступают, у них много подписчиков, они эти лидеры мнений, у них свои намерения и свои интересы. Есть власть. Это слово власть, это очень важное слово. Власть, она управляет. У них инструменты, рычаги, влияния. И власть это мало людей. Власть это 10, 15, 20 человек в каждой стране. Которые и определяют в данный момент повестку дня. И поэтому, когда мы говорим про страны, народы, это глупости. Нет никаких стран и народов. Есть вот эти вот 10, 15 человек в каждой стране, которые рулят. Есть еще тысяча человек, которые называются лидеры мнений СМИ. Есть народ, который все это потребляет и выдает запланированные, нужные властям тексты, потому что им показывают народу, именно показывают то, что хотят показать в тех форматах, то есть ложь и обман. И сказал нам Всевышний прямым текстом, да. Будьте святыми людьми, отделитесь от всего этого. Значит, и дальше не поднимай лотиса шемаша, не внимай ложной молве, вот эти вот ложные слухи, не слушай их, и не протягивай руку со злодеем. Главное, определить, то человек, которому это важно и интересно, он добрый или злой. Если он злодей, вообще не участвуй в этом. Дальше. Лотие ахарей рабим лераот. Не иди за большинством козлу. Даже если большинство делает зло, не иди. В лотане аль риф лентот ахарей рабим леотот. И не, значит, в общем, написано не власть, не власть в чужие ссоры, не власть в не иди за большинством, если большинство делает зло. То есть будь на своей волне, будь человеком. Есть известная история, как было два больших раввина, да, таких очень больших раввина. У них возникло какое-то расхождение друг с другом. Они были в таком вот теоретическом споре. Ну, эти раввины, святые люди, они в теоретическом споре, а их последователи, они не святые люди. И они в споре фактическом, физическом и абсолютно наглом таком споре, потому что они люди не святые. И они друг с другом и дерутся, и в тюрьму друг друга сдают, и конфликтуют. То есть, как бы, последователи, они просто вступили в конфликт этих двух раввинов. Значит, пришли последователи одного раввина и последователи другого раввина, пришли они к третьему раввину. Насколько я помню, это был Хаземи Люблин. Хаземи Люблин, это был святой человек, видящий из Люблина, который, который, он был слепой, он не видел окружающий мир, но он был погруженный в свой внутренний мир, в духовный мир, и он был видящий, то есть, он был, совершенно его сила, духовная сила, сила ума была невероятная. И они пришли к Хазе из Люблина и говорят, вот скажи, ты за кого, ты за этого или ты за этого в их теоретическом споре, вот рассудите нас. А он им говорит, вы знаете, говорит, вот это велитий раввин, и это велитий раввин. Я вам хочу рассказать сейчас историю о том, как однажды в лесу, в, однажды в лесу лев, значит, он очень сильно напился, и когда он очень сильно напился, он с утра, у него было ужасное настроение, у него был очень большой перегар, и он прямо с перепоя плохо себя чувствовал, он был очень злой из-за этого. И он шел по лесу и увидел зайца, и он схватил зайца и говорит зайцу, есть у меня перегар, вдыхнул на него, а заяц говорит ему, нет перегара, вообще говорит, земляникой пахнет, перегара вообще нету, левому говорит, как же ты можешь царю зверей врать вообще, в лицо прямо ты врешь, я знаю же, что есть перегар, и он взял этому яйцу и оторвал голову, и значит, схватил он, схватил он дальше, идет волка схватил, волка схватил, говорит, волк, говорит, есть у меня перегар, волк, говорит, есть, есть, он говорит, ах ты, серая такая животная, да, ты, говорит, что, царя зверей не уважаешь, ты к царю зверей вот так вот относишься, что ты прямо в лицо ему говоришь неприятные вещи, и он волку тоже голову оторвал, идет он дальше, хватает лисицу, и лисице, значит, он говорит, есть перегар или нет, лисица подумала, подумала и говорит льву, говорит, вы знаете, говорит, уважаемый царь зверей, уважаемый лев, у меня, говорит, уже две недели насморк, ковид у меня, скорее всего, запахов не чувствую, не могу я сказать, ни есть у вас перегар, ни нет у вас перегара, нет у меня нюха, вообще пропал нюх. И так, Хазеве Люблин, он сказал, что он не хочет влазить в этот спор, потому что не хочет, да, влазить в этот спор между двумя великими раввинами, и не стал он в него влазить. И здесь можно так понять, из этой иллюстрации можно понять, значит, что нам говорит Тора, что нужно быть абсолютно честным. Но так как быть абсолютно честным сложно, потому что ты не можешь понять вообще, вот эта вот пустая молва, столько одни говорят одно, другие другое, лучше не лезь. И, значит, ложное молвение внимай, не иди за большинством козлу, не отзывайся о спорном уклончиво, за большинством клонясь, если они грешат, лучше быть на своей волне и идти точно по Торе, делая правильные вещи и не влазив ни в какие-то чужие споры и конфликты. Теперь дальше, дальше следующий заповедь, следующий отрывок в Торе звучит так. Выдаль ле теадер берево, и бедному не угождай в тяжби его. Теперь, значит, вообще непонятно, почему бедному не угождать, когда он судится с богатым. У человека же есть больше сложность богатого угождать, да, но это и очевидно, ну, то есть, это понятно, что ты не должен, это взятка такая, да, ты не должен обманывать, потому что он богатый. Но тут человек мог бы подумать, а если он бедный, обездоленный, это же доброе дело, если я сейчас обману и искривлю суд и оправдаю бедного, это же доброе дело, что я пойду против правды, чтобы защитить вот этого бедного. Тора нам говорит нет, говорит нет, бедного тоже ты не можешь оправдывать, если он виноват, он виноват, если он прав, он прав, но ты не можешь искривлять реальность так, как удобно тебе ни по каким принципам, даже если принцип тебе кажется хорошим. Честность. Дальше идет несколько еще таких очень добрых советов, например, если ты встретишь быка твоего врага или осла, значит, то ты должен ему возвратить животное. Ты бы мог сказать, раз это мой враг, так я этого быка заберу себе, украду у него, вот же мой враг. Нет, то, что он твой враг, не оправдывает, ты не можешь воровать у своего врага, потому что если ты украдешь у своего врага, то ты будешь вор, а он останется твоим врагом, то есть просто ты станешь вором, который вором у врага, все, но ты не станешь от этого честным человеком, и ничего тебе в жизни улучшенного не будет. И вот здесь последний закон, который очень интересный. Значит, звучит он так. Если ты увидишь осла, своего врага, и он упал под весом, и ты не можешь оставить его и не помочь ему. Вот навьюченный осел, он упал под весом, но это осел твоего врага. Ты должен помочь этому врагу разгрузить этого осла. Но тут есть одна очень важная поправка. Значит, помоги, помоги вместе с ним. То есть, если стоит вот этот вот твой враг и говорит тебе, ну что, ты же человек честный, честный. Ты Тору учишь? Учишь. Тебе написано, что если осел, бедный ослик, лежит под грузом, значит, надо его разгрузить. Написано, разгружай. Не должен разгружать. Почему? Должен разгружать только вместе с ним. Только вместе с ним. И вот этот вот закон имеет очень такой перенос в психологию. Когда человек обращается к вам за помощью, и он говорит тебе, слушай, помоги мне, помоги мне. Например, там, деньгами. Ты ему говоришь, ну хорошо, я тебе дам работу. Давай поработай, я тебе заплачу. Он говорит, не, не, работать я не хочу. Только просто помоги. Тогда ты ему не должен помогать. То есть, если он сам не хочет помочь себе, то ты не должен ему помогать. То есть, человек, который не делает усилий для того, чтобы улучшить свою жизнь, не прилагает усилия, а просто говорит, давайте, делайте все, да, делайте для меня. А сам не хочет ничего делать, то здесь как раз ему можно прочитать этот отрывок и сказать ему, смотри, если ослик упал под грузом, и я должен его разгрузить, даже если этот ненавистник мой, да, если это мой враг, который хозяин ослика, но я это должен делать только с ним. Только если и хозяин ослика, мой враг, и ослик стараются разгрузиться, я должен им помочь. Но если они оба лежат и говорят, ну что, давай, ты добрый, честный человек, работай на нас, разгружай, тогда нет. Вот такой вот интересный перенос на психологию, на жизнь. Все, удачи, успехов. Значит, чтобы Всевышний дал полное выздоровление всем, кто в нем нуждается, особенно в нашей группе, все, кто сейчас болеют вашим близким, я очень молюсь, чтобы Всевышний дал вам полное выздоровление, чтобы все выздоровели, встали на ноги, пошли домой, радовались жизни, радовали своих близких. И я прошу, чтобы Всевышний дал Борух Бен Сара, мой отец, тоже дал полное выздоровление, чтобы он выздоровел, вышел из больницы, начал ходить и благодарить Всевышнего за те чудеса, которые Всевышний для нас делает. Аминь. Все, удачи, успехов. Хорошего дня. Всем божественного благословения.